Знаете, я вот... На прошлой неделе у нас был визит в Израиле, и мы помогаем воинам АТО, отправляем туда наших врачей, они проходят там подготовку и психологи, а потом возвращаются в Украину и помогают воинам решить определенные проблемы. Я общался с врачами в Израиле, где продолжительность жизни десятая в мире. 84 года для мужчины. Они сказали, знаете, а ваша медицина не настолько... Проблема с медициной не настолько безнадежна. Мы видели, мы знаем. Говорят, у вас просто больше, чем 25 лет, вы не знаете, как подойти. Вы не знаете, за чего начать. Вот как-то вот ходите вокруг угла. Они сказали одну очень важную вещь, которая мне упала в сердце. Они говорят, вы же поймите, ведь у вас большие бюджеты на самом деле на медицину. Только как вы их тратите? Вы не знаете, у вас нет правильной диагностики, и, соответственно, вы не знаете, что, куда, когда надо покупать. Вы не знаете, сколько у вас больных от онкологии. Вы не можете четко сказать, сколько больных сердцем. Из-за этого вы, кроме того, что покупаете не те препараты и не те оборудования, но самое главное, получая такую правильную диагностику, вы создадите возможность, чтобы люди не заболевали. Я вам расскажу, я вам отвечу, мы и диагностику скоро получать не будем. В прошлом году Украину покинуло минимум 7 тысяч врачей. С этого надо начинать развивать правильную диагностику и создавать так, чтобы люди не болели, чтобы люди жили 80 лет, и тогда будет все в порядке.